Купальники еще вам покажу и буду выходить. Купальники N-Qualité Fiat, лучшее качество цены, самое N-E, это самое лучшее качество. Да, вот такие лифчики стоят 25 и трусики вот здесь показано тоже 25 и вот это что-то 40, что-то такое, я не знаю, тапочки 30, вот такие расцветочки, а ну тут уже более цветная, это уже 30 лир. Ну с того года смотрю, модели остались тоже есть, ну не скажу, что есть какие-то шикарные модели, те шикарные, я может сейчас зайду в магазин, посмотрите, те наверно будут все 300-500 лир, так что чисто поплавать можно за 25. Шорты плавательные 45, 60, ого, да мы на Ешекларе видели по 20, я думаю 20, вроде не так дешево, но оказывается это очень дешево, в два раза считаю, это 150, но это наверно профессиональные плавательные лужи, по 6 лир вот такая палочка, макаронином ее называют. Это для деток 60 лир купальник, очочки, я здесь покупала, плавала два раза в очках, потом пошла и поменяла и, короче, плохому танцору что-то мешая вот так, и мы нет. Такие еще плавательные, 50 лир, 95, 60, 34, 35, закругливая сразу. Так и тапочки, шапочки, шапочки очень много, не поняла, тут кепка. А что тут кепка делает? Слабо круг, и оказывается вот эти кепки здесь 30 лир, да и белые 30 лир. Слушайте, сейчас я померюсь, и мне будет нормально, я куплю, качество хорошее. Вот зачем я пришла в декатлон. Сейчас померила, не подходит, это все эски, я думаю, ну распущу сзади, а оно сам козырек, знаете, спереди давит, то есть это для маленьких. Посмотрим еще в других магазинах. Ну, конечно, шляпу носила бы, под такие платья, как я хожу, лучше шляпа, но с ней так неудобно потом съемки проводить, просто нереально, а целый день ходить в шляпе по магазинам, в самых магазинах. Я, у меня какая-то такая дурная привычка, когда захожу куда-то в помещение, мне нужно снять шляпу, хотя женщины это могут не делать, ну согласитесь, но вот у меня такая манечка, вот шляпы твои здесь лежат, Юля. А, ну, это эско, может, это взрослые тоже есть? Это эско эдалт. Ну, давайте попробуем, но это чуть-чуть не такие. Да, вот тут с какой-то сеточкой, видите, конечно. Ну, сейчас попробуем. Вот такие здесь термосы есть, ну, самый маленький, 60 лир, 70 пошел, 90. Мне кажется, в галере Кристла такие же цены, честно, не помню. 90, этот 130, может здесь и дешевле, но этот очень маленький, а этот очень большой, если вот на каждый день ходить. Вот какой сейчас стульчик. А, это стульчики вместе с этим продают, со столом. То есть, это цена за стул и 4 стульчика 320 лир. В смысле, сам стульчик 110 лир. Вот так. Вот это 110 лир. Но это, наверное, для рыбаков, я не знаю. Здесь на 4, на 6 человек столик. А, здесь, о-о-о, смотрите, даже как бы шкафчик такой маленький. Решила зайти какую-то шоколадку купить. Это черника, представляете, 125 грамм, 8 лир. Да, арбузики. Кстати, а почему клубника я не посмотрела? 15,90 за килограмм, я так понимаю. На базаре все-таки 8 или 10 лир. Да, дешевле. Вот, сыров. Мне спрашивали, покажите, пожалуйста, обзор сыров. Вы видите, да? Тут не знаю, сколько можно ходить. И вот там, вот, посмотрите, целый, целый, целый прилавок сыров. Я не знаю, это надо каждый день приходить, и он, мне кажется, вот этот очень вкусный. Вот этот очень классный должен быть. Ну, копченый тоже, мне кажется, хороший. Хотя здесь, вроде, копченый не такой, как у нас. Цены сразу я медленно иду. Это масло пошло. Такие сыры. Так, я вот поняла, что я уже проголодалась, и пошли оливки. Ну, о том, что я их не ем, как понять, какие вкусные. Вот цены, смотрите, 43,90, 22,90. 35, 40, 35, 33. Честно, абсолютно не понимаю, по какому принципу. Они вот 52 лиры оливки. Так, это пошли колбасы уже. Ну, если кто не знает, то террасити считается вот по гастрономии самый такой дорогой магазин, потому что у него самое более разнообразие товара, да? У всех остальных, скажем так, гастрономах, маркетах, ну, нет такого выбора просто. Ой, вот мои любимые конфетки. А сколько здесь? Ну, они и в USB продаются. 12,90. Честно, я не знаю, сколько там. Когда-то были по 8 лир. Сейчас же просто резко подорожало. Всё, просто резко. Буквально вчера. Ну, каждый раз поднимаются они. Я вообще зачем пришла? За шоколадкой, Юля. Там куча выпивки. Я когда-то делала обзор этого магазина. То есть, если вы что-то хотите, да, что не можете нигде найти. Кстати, что у меня такое спрашивали? Ой, вот мука. Честно, я уже пять минут смотрю, я не знаю, что купить себе. У меня что-то глаза разбегаются. Вот это очень вкусное. Ну, извините, 16.25, но чуть-чуть круто, но оно очень вкусное. Вот Аблерон. Мне очень нравится. Тоже вкусненькое. Метро. Пошло попроще. Чего я с Бима не взяла эту шоколадку свою любимую? А вот печенье. Может, мне печенье взять? Надо идти и нормально поесть. Я как корову, знаете, не люблю я себя за это. Вот я как корову выбираю. Ну, что изменится, что ты три дня будешь ходить? Ну, что изменится? Так, это соломка. Может, какие хочешь виды соломки? Не хочу я соломку. Потом пить буду, как я и так пью не в себя. Да. Хочу что-то сладенькое. Я брала вот такую шоколадку. Вот, смотрите, сколько выпивки. Море, море. Пиво какое хочешь. Вот как. Jack Daniels. Я знаю, потому что у нас шефы когда-то просили им привезти. Поэтому Юлечка знает Jack Daniels. Так, пошла муку смотреть. Я вспомнила. Ага, так, подождите, здесь макароны. Где он мне показал, что мука? Боже, смотрите, какие большие макароны. 19,95. Это маленькие, а большие, там большие даже нет цены. А вот такие 27,50. Вау. Просто я такой любитель макарон, знаете, что мне как-то не возбуждает еда именно макароны. Ну вот, даже нормальные цены. Булгур 7,45. Мамочка, это что? А вот гречка. Вот. Нет, подождите. Кормызы кинуа. Это что такое? Нет, это этот. Боже, забыла, как на наш переводится. Я знаю, это очень полезное. Вот сейчас хочу вам показать. Гречка. А вот гречка, вот. 500 грамм, 5,95. Вот опять. Кстати, подешевле стала. Мне кажется, она дороже сначала была. Да, вот. Я считаю, если подарок хотите сделать тому, кто живет в Турции, привезите гречку. Потому что здесь все равно не такая гречка. Юля так намекнула, да? Скромность. Одна скромность. Не поняла, где он мне показал муку. А, вон. Тоже вот сковородки. Я аж, как всегда, не почитала. Нужно у вас спросить? Вот тарелочки, какие красивые. Я отсюда в тарелки не потащу давай. Ой, смотрите, это чья уму. Это такая тоже мука. С какими-то черными табаками. Бадем уму. Миндалевая. Маса тузу. Маджа тузу, Юля. В каком ты считаешь? Маджа по-турецки пишется. Так, это пекли. Это вам не подойдет. Ну, вот, может, вот эту имели в виду? Килограмм стоит 5 лир. Но это нужно... Кто здесь сработает? Демир, вэфолик, осид. Ну, это железо и фолиевая... Вот эта кислота. Ну, это не дрожжи, не то, что просили. Емек. Дющук протеины. О, господи. Это крахмал там, где протеина мало. Куру, фасули, уну. Это фасолевая мука. Я даже не знала, что мука из фасолевая. Это из нохут, нохут. Вот это зерна такие. Мука. Чавдар, уму. Вот это для бюреков. Мука. Ой-ой-ой. Попросила у продавца, объяснила, какую муку я хочу. Он говорит, нет. Нет, такой у нас нет. К сожалению. Может, где-то и есть, но в Терр-Сити. Конечно, мальчик сказал, но он должен знать, что у них есть. Шекер, хамуру. Мамочка, смотрите, это что такое? Это тесто сладкое. Ой, а, вот это, я поняла, вот это делать всякие. Я же никогда ими не делала. Мы сами делали на кондитерской, готовили его. Поэтому я так не видела, чтобы продавались. Юля. Все, пошла я. Я потопала. Боже, ну здесь, конечно, все так вкусненько, красивенько. Мне напоминает Терр-Сити, магазин в Китае. Мы ходили, если русские магазины, там были в Нинбо, мы заходили один. Такое большое, там все-все-все, что можно. И ты ходишь и облизываешься. И то хочется, и то хочется, и то классное. И все такое дорогое. Вот, Юля, что надо покупать. Не шоколадки, а вот это надо покупать, понимаешь, финики. Они полезны за твою шоколадку. Мы же любим вредные. Нам же ест и не дай, понимаете. Нормально, нам вредное надо. Вот мясо, какую цену. Пока ничего не сказали, снимаю. Вот видите, показывает, что нельзя снимать. Смотрите, Магнум, что придумал. Вот это просто белое мороженое. Вы подходите и сами готовите. То есть выбирайте вам, что вы хотите. Вам наверх такую насыпочку делают. Потом еще соус. Сначала соус. Он же соус, не знаю? Он же топик сочет. А, сначала вот этих три разных выбираете. Какое хотите. Сон, Рабуре? Ага, потом выбираете, чем залить. С трех одно. Две минутки ждете, и вот получаются такие мороженые. И вот одно такое мороженое стоит 15 лир. Я не знаю, дорого это, дешево, но интересно. Ну, сам Магнум, вот обычное мороженое стоит, по-моему, 3 лиры сейчас. Может, 3 с копейками. Юго-босс. Юго-босс. Я прыг. Так что ж у меня с этим названием все время. Яргыджи. Вот мне как-то такое неудобное название. Хотя вот очень качественные вещи, реально натуральные. Ну, и цена, соответственно, соответствует. Ну, здесь... О, Сифора. Вот где я лак, спрошу. Я уже накрасила губы помадой с The Body Shop, потому что я зашла, и моя сыворотка стоит 200 лир. Я говорю, ребята, вы что, обалдели или что? Это всего-навсего сыворотка, а не золотой браслет. Говорит, ну, есть акция, если берете 250, то 50 скидка. Я говорю, значит, мне что-то на 50 надо, и, значит, это будет бесплатно. Кто на 50? Она говорит, да. Я говорю, ладно. Это я сейчас зашла в Сифору, хочу спросить дела. Ну, придется брать, потому что, ну, другого ничего я пока не подобрала себе. Да. Говорит, ну, у нас поднялись цены. Я говорю, ну, понятно. Видно? Видно. Она 59 лир или 69. То есть, если я ее куплю, то будет она только 19 и стоит. Я вообще что-то лаков для ногтей не вижу, если честно. Сифора коллекшн. А Сифора свое тоже выпускает. Удивляюсь, я просто здесь редко бывает. Когда-то маску брала. Очень классную. Я вам, наверное, не показывала. Эффект супер. Но сейчас у меня столько масок есть. Мне подарили, что я пока не буду здесь покупать. Нужно то использовать. Что-то я вообще не вижу. Лаков для ногтей. Лаков для ногтей. Лаков для ногтей.